а сегодня мы будем говорить о самом сокровенном органе до предстательной железы и вот еще средние древнегреческие врачи на самом деле называли этот орган вторым сердце мужчины вот это не пустые фразы на самом деле вот давайте чуть чуть подробнее интересно рассмотрим эту ситуацию почему это называется вторым сердцем сердце чем отличается он заставляет двигаться колоссальное количество крови до по всему телу вот как причем туда казалось бы предстательная железа вот а на самом деле предстательная железа имеет очень мощную сосудистую сеть и если брать по объему по объему это где-то 50 процентов крови который снабжает все органы таза и во время сексуального возбуждения это доходит до 80 процентов то есть это достаточно много но и все мы знаем что предстательная железа уже у всех девочки мальчики дети кто-то многое да прекрасно понимаете что предстательная железа участвует также в образовании семенной жидкости до тех важных лет а которые являются причиной рождения замечательных детей как говорит ангелом на земле вот а также предстательная железа участвует в процессе сдерживания мочи то есть это вот как бы ее основные функции и если брать современный современный мир вот последние 30 лет обратили внимание как мир меняется конечно очень много прогрессивного но все что касается здоровья здесь немножечко происходит пробуксовки достаточно серьезные то что раньше называлась 40 с хвостиком до проблемы с предстательной железой рано или поздно возникали вот сегодня это все молодеет и молодеет увы в 30-летнем возрасте имеются уже проблемы вот давайте все таки разберем поподробнее чем характеризуется эти тревожные моменты да какие симптомы вот на что мы должны обращать внимание и давайте разберем самые важные симптомы которые проявляются на что в принципе мужчины должны обращать внимание некоторые об этом только в первый раз услышат слава богу что это так это заставит чуть-чуть как мы говорим до включить голову отнестись к этому более серьезно мы разберем самые главные симптомы которые возникают некоторые мужчины не обращают на это внимание долгое время потому что им никто об этом не сказал они начинают этим заниматься когда пропечет достаточно серьезно давайте разберем самые главные симптомы что происходит когда проблемы возникают такие симптомы первое это нарушение дан проблемы с мочеиспусканием они бывают разные первое это как лучше прерывистые мочеиспусками но мужчина многие обращают некоторые не обращают внимание это связано с затрудненным мочеиспускание это бывает вялая струя да это сопровождается с болевыми моментами у кого-то жжение у кого-то боль и мы как-то понимаем что проблемы есть но да не включаем волк это серьезно и не обращаем на это внимание бывает у некоторых ощущение не до конца опорожнения до ощущение полного опорожнения или наоборот не до конца до мочевой пузырь опорожняется вот возникает боли боли в области малого таза или в области креста почему это так потому что проекционная зона кто-то знает и знает я просто вам проговорю что у мужчин середина креста креста копчик крестец середина это проекционная зона предстательной железы поэтому возникает боли иногда многие это у меня болит спина да не всегда это связано со спиной вот именно вот эта зона у мужчин связан с предстательной железой поэтому боль в области малого таза или в области вот этой зоны говорит о том что нужно обратить внимание на проблему предстательной железы так что еще могут быть выделение из уретры потому что это связано застойными вещами мы дальше картиночку посмотрим да естественно это связано с нарушениями половых функций какие нарушения ну 1 неполноценный до акт снижение либидо да вот это всегда мужчин естественно связано с психоэмоциональной травмы это для мужчин я вам хочу сказать они сильнее переживают чем женщина увы да вот это святое как мы говорим да психологическое это раздражительность это повышенная утомляемость все что все что с этим связано какие еще правы проблемы и самое важное это вот это хронический простатит до хронические воспалительные процессы предстательной железе и давайте рассмотрим визуально почему эти проблемы возникают если говорить о здоровой предстательной железе я вам визуальную картинку такую создам нормальная предстательная железа она где-то в размере как хорошего среднего размера как это каштан вот вот это размер предстательной нормальной предстательной железы если а застойные вещи мы наблюдаем да что предстательная железа увеличивается в размерах естественно будет задавливать уретру поэтому нарушается мочеиспускание если она будет увеличиваться еще по ходу будет подбирать мочевой пузырь но вы сами понимаете что здесь больше застойных вещей до застойные вещи хронический воспалительный процесс они есть и у мужчин в отличие от женщин застойные вещи всегда будет еще провоцировать образование камней мочевой пузырь что не бывает у женщин то есть это усиливает процесс это связано с этой проблемой вот и помимо хронического простатита есть еще другая проблема это доброкачественная гиперплазия предстательной железы значит аденома которая связана с разрастанием железистого эпителия те же самые симптомы да просто это более опять же размеры предстательной железы значительные уже и там вплоть до отсутствия мочеиспускания ну мы опять же говорим да это проблемы достаточно серьезные теперь давайте факторы какие все-таки факторы мы говорим о том что если мы разберем и я хочу сегодня остановиться поподробнее потому что есть вещи о котором нам пишут даже самое и медицина то что мы привыкли с вами вот в эти мы все-таки сегодня чуть-чуть пошире об этом поговорим что на самом деле является причиной и что мы заметили за последние 30 лет потому что очень много результатов да и естественное решение проблем ну что нам предлагает что мы в принципе об этом знаем первое это возрастные категории но как-то с возрастом и есть данная всемирная организация здравоохранения что где-то с 40 до 49 процента мужчин которые имеют проблему в виде аденомы и доброкачественной гиперплазии предстательной железой где-то увеличивается на 12 процентов вот ближе к 80 82 процента вот свыше 80 это 96 проценте как как какой этот процесс ну давайте мы все с вами взрослые девочки и мальчики как вы думаете вот возраст так сильно влияет или все-таки то что человек делает в течение вот этой большой жизни понимаете да возраст это естественный процесс да нам очень часто в литературе даже на первом месте иногда пишут гормональный вот это спорный момент да потому что возрастные изменения нас так да создали что с течением возраста до плюс прибавляется года активности половых гормон снижается это естественный физиологический процесс а вот почему увеличивается процент проблем с этим органом да конечно если человек вел беспечную жизнь а когда мы сегодня как раз затронули да никаких профилактических мероприятий не производил в организме просил то что в нашем 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 представьте это бы помещение не убиралась ну месяц зачем пыль да в принципе там протирать что-то мы понимаем что если мы не уделяем этому внимание до здоровья здоровье это труд да причем каждодневный вот поэтому как опять же гормоны и возраст мы говорим о том что да мы можем с этим согласиться но все-таки истина чуть-чуть в другом так вот я хочу сказать в чем что мы заметили что лично на своем опыте 30 лет не мы заметили одна из сам основных проблем я бы ее всегда поставил на первое место это хронические процессы где в области толстого кишечника вот вы можете посмотреть замечательный фильм в ю-тубе он идет 19 минут смерть поселен с толстым кишечником не кажется кораловцы уже все посмотрели я настоятельно рекомендую посмотреть мужчинам ребят вот эти 19 минут вы реально поймете насколько кишечник это важный орган сегодня есть в литературе данные вот цифры они могут разняться это не принципиально в любом случае это больше 60 процентов уже на это нужно обратить внимание от 60 до 70 процентов хроническая интоксикация организма у любого человека зависит от толстого кишечника от толстого кишечника почему это так да и мы опять же говорим если мы не обращаем внимание на толстый кишечник но вот эти 70 60 70 процентов хроническая интоксикация с кишечника будет обрушиваться на близлежащие органы кишечник заканчивается прямой кишкой да это 10-12 сантиметров зависимости от роста человека и у мужчин сразу упирается предстательная железа на находится прямо вот здесь поэтому все застойные вещи до которые в этой области будут обрушиваться на предстательную железу и мы говорим о том 60 70 процентов проблемы с предстательной железой красный возьми плохой красный черный черный чем хорошо видно да вот эти 60 70 процентов создает проблему предстательной железы виде хронических хронических процессов они долго протекают скрытый вот мы о чем говорим да скрыто и только 30 40 это половая инфекция ребят если мы научим мужчин конечно обращать внимание мы должны застрелить заправить мудрость вот эти 60 70 процентов сегодня решается в кораллу клубе легко у нас есть программа да у нас есть программа калавада я просто обращаю внимание что у нас есть моменты когда мы можем эту систему что разгрузить занимаясь кишечником вы разгружаете что предстательную железу поэтому вот эти удивительные абсолютные результаты на протяжении восемнадцати лет мы уже прекратили считать как-то начале того чудеса знаете как обычно рождение рождение у пар который по бесплодию до мужчины перепуганы потому что они только думают о чем о половой инфекции и никто не сказал что здесь это другие вещи поэтому ноги не хотят проводить обследование с этим связано а на самом деле не нужно абсолютно зарываться как страус нужно понимаете решать и очищать и освобождать поэтому у нас большое количество прекрасных результатов занимаясь кишечником и сегодня вы слышали да очень часто выражение коралловские дети все вот вот они мужчина разгружает этот орган сперматозоид созревает на протяжении трех месяцев создает условия правильные в течение трех месяцев и рождение здоровых детей происходит выяснили да все таки если что ставит приоритет возраст гормональные изменения ребята давайте 60 70 процентов я бы хронические хронические то что мы называем дисбактериозы поставила бы на первом месте ну каждому свою там мы говорим я просто делюсь с вами результатами до малоподвижный образ жизни конечно имеет большое значение 30 особенно офисные работники вот мы с вами опять сидим да что мы сделали экскалатор да хорошо старайтесь больше ходить малоподвижный образ жизни современном мире эта проблема особенно в больших городах казалось бы вот много двигаемся это нам кажется потому что мы прекратили ходить вот мы приходим на работу что сидим больше половины не важно кто-то там за рулем дальнобольщики если вы посчитаете время мы сидим это как раз обуславливает то ту проблему современного мира когда мы видим молодежь с кучей проблемы в этом органе и с каждым годом эта ситуация ухудшается в это так значит офис сидим потом опять машина метро приходим домой диван газеты все остальное да уже уставший не хочется поэтому мы говорим вот малоподвижный образ жизни мы не можем вычеркнуть вы заметили что он у нас стоит на втором месте потому что активность должна быть почему мы говорим что должна подвижность это элементарные вещи которые происходят если например нету активного движения что органы малого таза в том числе и отрицательная железа получает чего мало кровоснабжения если мало кровоснабжения нарушается питание присутствие кислорода это всегда приводит к чему застойные вещам застойные вещи а застойные вещи всегда активизируется что хроническая условно-патогенная патогенная микрофлора и начинается воспалительный процесс если вспомните картинку когда предстательная железа уже да увеличена в размерах это еще сильнее усиливать застойные вещи поэтому выделение из уретры это прошу прощения это не половая инфекция это застойный банальный застойные вещи которые происходят в этот в этот момент и более мало подпишись наследственность будет влиять конечно будет и здесь мы говорим о том что если в семье в семье по мужской линии вы обратили не ну среди мужчин это естественно до проговаривается дедушек если вы отследили вот эту цепочку тем более нужно обратить внимание очень серьезно уже как мы говорим внуков своих до детей серьезно готовить к взрослой жизни никаких ребят чудес не нужно чуть-чуть дать знания да и проводить профилактические мероприятия все нужно научить научить что нужно делать данной ситуации вообще не вижу никакой проблемы научить людей чистить зону до предстательной железы чистить кишечник совершенно правильно так значит наследственность несбалансированное питание вредной привычки питание я бы поставил сегодня на третье место вот по приоритету потому что ребят это бич современного мира абсолютно бич вот ничего я для вас не открываю сегодня об этом много найти в средствах массовой информации об этом пишут говорят вот мы еще ведем проект который связан с этим вот я хочу вам подтвердить сегодня 90 процентов проблем люди находят до на дне своей тарелки и в своих ложках в ложках да и вилках на самом деле потому что сегодня современное питание архи далеко от здоровья 90 процентов проблем которые происходят со здоровьем это связано с питанием сегодня запредельное количество углеводов причем иногда вы даже покупаете баночку до совершенно покупаете не сладкий продукт а в нем куча и и сахара и соли и вы не подозреваете как почему почему мы говорим несбалансированное питание рано или поздно приводит к тому что человек набирает вес отечность и дутловатость вот это всегда нарушение обменных процессов да как только значительный лишний вес мы опять же говорим чем это характеризуется это вы нанизываете кучу дополнительных проблем ожирение сахарный диабет 2 типа гипертония и все остальное представьте вы носите до 10 до 15 килограмм до лишнего веса у мужчин где это будет лежать висцеральный жир он до заполняет внутренние органы сосуды да и представьте забитый кишечник раздутые петли иногда вы не признать почему я вам рекомендую этот фильм посмотреть вы не представляете какие бывают удивительные абсолютно вещи когда кишечник с раздутыми петлями просто сдавливает мочевой пузырь должен вот такой он лежит на нем а тут уже подпирает увеличенное предстательная железа вот он основной процесс застойных вещей то есть кишечник мы говорим кишечник сидит на мочевом пузыре и предстательный поэтому говорить о застойных вещах вообще не приходится здесь мужчина реализует то что сегодня называют рак и это схлопывание может произойти в любое время что мы должны это сделать мы эту зону должны просто разгрузить так ожирение лишний вес конечно мы говорим так несбалансированное питание ну можно проговорить как следствие да это подкожный жир представляете можно собой носить до 10 до 12 килограммов да как я возьмите у себя даже проведите такой момент да вычислите сколько у вас нормальный вес потом возьмите баночку там по 5 килограмм да вот и на 10 этаж и тогда вы понимаете да что носится с собой помимо подкожного жира опять же самое опасное это висцеральный жир висцеральный жир ведет себя как как самостоятельный орган то есть если вы его накопили это начинает жить как основной самостоятельный орган выделяя свои гормоны которые к здоровью не привозят слышали вот так переохлаждение будет влиять переохлаждение да у мужчин конечно будет вот у мужчины ну первое что это может быть это непосредственно работает уличная работа то есть у мужчины это связано со строительством до дороги то есть есть много мужских профессий которые связаны с на улице и зимой это уже возникает проблема что еще ну рыбалка да вот нужно позаботиться чтобы это было хорошо сноуборда если мы сегодня проговорили как раз до встречи есть сегодня какая-то активность да есть люди вы выезжают вот на фоне всего хорошего есть еще и безбашенность так вот мы говорим о том что все таки понимали что должно быть тепло особенно укрыта поясница не было переохлаждение потому что переохлаждение для мужчин также чревато если уже есть запущены какие-то механизмы да то естественно любое незначительное переохлаждение запустит здесь процесс потому что уже все готово для этого до застойные вещи есть условно патогены микрофлоры только ждет сладким добавили все у них начинается свадебные да и размножение так переохлаждение и еще лыжи но это все равно как активность спортивные но здесь уже чисто мы говорим голову включаем и все так с гормональными нарушениями может варили ребят по поводу гормональных нарушений когда мы особенно обращаем на гормональные нарушения тогда когда у человека есть лишний вес вот тогда если опять же мы говорим нормастейник здесь особенно с гормонами все нормально да то есть если как только лишний вес чем лишний килограмм опять же мы говорим будет прибавлять что нам изменение в обменных процессов вот и за собой цепляет это происходит параллельно да сахарный диабет 2 типа вот есть прямо схемка да и естественно нагрузка на сердечно-сосудистый мы говорили до предстательная железа это почему его называют вторым органом потому что объем крови который проходит через предстательную железу 50 процентов от кровоснабжения малого таза поэтому кровоснабжение имеет большое значение для предстательной железы так естественно повышенный уровень сахара всемирной организации здравоохранения какие дает нам факты данные что у человека у которого есть сахарный диабет а также проблемы с повышенный холестерин вот процент аденомы особенно кому за 40 увеличивается уже на 14 процентов мы уже понимаем любые проблемы да и эти проценты будут увеличивать так это мы с вами разобрали так сожалению вот мы с вами разобрали симптомы да вот какие факторы сожалению увы и мы с этим сталкиваемся почему вот даже иногда прекрасно что здесь и женщины есть потому что на самом деле мудрости женщины которые заботятся о своей семье да хорошо потому что она послушала и поможет своему мужчине до быть более здоровым вот но мы говорим о том если берем самостоятельный подход все-таки большое количество мужчин рассчитывают на авось а вдруг рассосется вдруг рассосется встанет утром рассосется все проблемы да ребят ну давайте как я не будем очень маленькими абсолютно игру нужно включать головы мы понимаем проблему нужно решать вот и любой мужчина обязан какие-то базовые вещи просто знать до базовые симптомы но самое главное в чем заключается что сегодня я уже говорила профилактика да ничего нету прекрасней профилактики я сейчас попрошу сейчас я прощаюсь мужчина вот они мне помогут потому что мы с вами должны сообразить какой может быть пароль вот если мы берем нашу встречу в эти ну кто у нас вот кто поможет какое слово характеризует девочки мальчики давай скажи вода так еще какие варианты что характеризует мужчина сила да что характеризует муж муж мужчин сила это касается и в мышце и мужского достоинства да и хорошая сила как мы говорим хочу поблагодарить и давайте ребят рассмотрим для проблемы застойных вещей с предстательной железой причем ничего сложного здесь нет это подарок природы просто опять же каждый раз ведется очень много исследований доказательства то есть принципе для нас все открыто и нужно найти вот этот симбиоз прекрасных продуктов мы можем взять много продуктов да сам по себе один хорошо работает другой но нужно и их создать композицию которую усиливал потенцировала действия друг друга и первая буква этого продукта с с чем она связана она связана с замечательным растением когда используется кора кора африканская сливы вот это растение известно сегодня в европейской медицине широко она используется в лечебных свойствах при воспалительных процессах при аденоме пиджума вот а об этом растении известно еще шестидесятых годов когда обратили внимание на возрастных мужчин племени из камеруна то есть что было замечено достаточно возрастные мы не будем года говорить так достаточно возрастные мужчины практически не имели проблемы то что имеет европеец да кому за 40 вот она помогает снять воспалительный процесс поэтому для нас интересно для решения хронических простатитов аденомов до чтобы убирать застолью все все эти вещи и естественно мы опять уже говорим улучшает кровоснабжение если мы улучшаем кровоснабжение мы решаем проблему до этого органа так что опять же каким образом самое главное что экстракт этой сливы уменьшает отек прицательной железы неважно доброкачественной гиперплазии просто хронический простатит снятие отека позволяет улучшать кровоснабжение снять воспалительный процесс понял да и так далее отек снимается естественно восстанавливается мочеиспускание поэтому здесь никаких чудес нет здесь есть определенная закономерность дальше следующая композиция растительная это розмарин вот эфирное эфирное масло розмарина давно известно своими свойствами дан содержит очень много полезных компонентов но самое главное содержит такие минералы которые для нас очень важно это железо это магний цинк ну цинк знаете да отцовский микроэлемент у нас он есть как монопродукт до калий и опять же своими целительными свойствами вот этот аромат который дает во время приготовления пищи используется где в кулинарии да вот косметология вот ароматерапию до медицине естественно вот что я хочу по поводу розмарина первым почему это композиция растительная здесь добавлено эфирное масло добавлено первое это нам помогает решение иммунитета и вот если кто записывает запишите пожалуйста розмарин содержит корнозиновую кислоту корнозиновую кислоту которая помогает непосредственно выраженной обладает антиоксидантными свойствами и самое главное воздействует на плохие клетки то есть даже участвует в их апоптозе это саморазрушение но когда это нас будет интересовать когда уже более серьезно так когда аденома когда более запущенные вещи давайте лучше до этих вещей не доводить мы говорим о том что розмарин добавлен именно с этой целью что помогает нам снимать вот за счет антиоксидантных свойствах помогает снимать мощные вот эти против как противовоспалительное действие да и это такие не совсем хорошие клетки хотя опять же мы говорим основное свойство это нарушает восстановление кровоснабжения снятие воспалительного процесса давки и так далее следующий ключ это ликопин ликопин и как и третий продукт вот ликопин это мощный природный антиоксидант каротиноид который находится в помидорах да о нем в принципе известно каротиноид этот ликопин организм не вырабатывает поэтому мы это принимаем получаем через пищу через помидоры ну когда выделены этот как экстракт нам он интересен по каких-то композициях оздоровителя чем чем интересен ликопин он известен как вещь который омолаживает если антиоксидант то омолаживающий эффект достаточно известный вот и он известен как как афродизиак вот жрицы любви прекрасно понимали да то есть использовали перед тем как бурная ночь да когда нужно рождение здоровых детей до использовали афродизиаки вот именно ликопин обладает этими свойствами вот что чем еще чем еще интересен что замечено то есть факторы уже давно известно что если вы во первых ликопин максимально количество содержится в плазме и в тканях до нашего организма если количество ликопина значительно снижена возникает проблема сердечно-сосудистого вспоминать до сосудистыми понимаем что у мужчин это будет тогда вовлекаться да и отрицательная железа то есть он низкий уровень ликопина всегда приводит к проблемам сердечно-сосудистого плана вот увы участвует в таких запусках процесса как рак молочной железы предстательный легких и кишечника до вспоминаем почему почему меньше на количество те же самые застойные вещи вот мы опять же мы говорили ликопин почему сюда добавлен как как растительная композиция который помогает нам работать с возрастными изменениями так когда ухудшается кровоснабжение застойные вещи вот и третий и третий продукт четвертый это тыква вот я думаю что многие уже догадались тыквенное масло до эфирное масло холодного отжима почему все-таки холодный отжим чтобы максимально сохранить до полезные свойства а свойствах тыквенного масла известно давным-давно поэтому он входит состав многие даже лекарственных композиций поэтому мы понимаем что здесь тоже присутствует вот и самое главное что еще было замечено что масло эфирное масло тыквы также хорошо помогает росту волос у мужчин у которых есть проблемы лапеции да вот это облысение да вдруг раз и начинает покидать волосы какие права проводились исследования вот опять же этой доказательной медицины и исследования свыше 70 человек мужчин с этой проблемой лапеции давали прием тыквенного масла дозировки 400 международных единиц именно эта дозировочка находится в мужском композиции фитомикса то есть уже суточная доза есть не нужно высчитывать да и через 24 недели заметили что рост волос у многих увеличился на 40 процентов ребят 40 процентов это достаточно хорошие цифры на самом деле да поэтому значит ребят у нас появилась реальная возможность так профилактировать но не забываем то что все-таки очищение очищение никто если вы хотите знаете как есть замечательный продукт вот если я хочу получить от него сто процентов вот значит нужно сделать максимально стопроцентную подготовку ребят вы уже поняли да мы очищаемся у нас есть замечательный продукт колова да кому то нужно сделайте через месяц еще не проблем мы просто вот этот вывезем мусор а потом от продукта получим еще больше результатов да помимо того потому что застойные вещи у разных мы не видим там если была бы картинка раз сфотографировал мы увидим какая ситуация мы этого не видим поэтому лучше всего кишечник до разгрузить убрать вот эти раздутые петли а потом заниматься профилактикой хотя ведь же мы говорим те исследования доказательства которые проводятся на мужчина да а те колова да не получает поняли да то есть мы говорим о том что вот коралловцы ребят мы все равно в более выигрышном состоянии потому что у нас есть все для решения этой проблемы значит в новом продукте фитомикс у нас четыре композиции да вот для удобства значит я посмотрела открыли я так поняла что здесь капсулы это используется кэрп да потому что кто визи прайма уже использовал да проживут для глаз как раз капсулы рожковое дерево он даже пахнет значит ребят здесь рекомендация 1-2 но две капсулы да две капсулы это как раз суточная доза мы получаем все необходимое да и виде тыквенного масла и виде тех ну это мы уже говорили про мужчин значит что мы добиваемся ребят чего мы добиваемся мы сниже мы с ним снижаем воспалительный процесс улучшаем кровоснабжение до боремся с любым воспалением я уже говорил 60 70 процентов это банальная вещь которая идет из зоны кишечника до помогаем в результате снятия отека снять и воспалительного процесса и усиление кровоснабжения восстанавливается мочеиспускание молодость независимо от возраста у сегодня мужчин есть возможность изменить качество своей мужской жизнь ребят я желаю вам хороших праздников рождение здоровых детей вот женщина мудрости чтобы уделили внимание своему прекрасным половинок если вы по-настоящему уважаете любите вы поможете разобраться да вот мужчины которые здесь были до получили эту информацию из первых поэтому вы можете приобрести попробовать и рассказать о своих результатах тем более я вот просто не знаю как давно если коралловцы и коловада была вы результат еще быстрее получить в любом случае ребят вы понимаете что мы говорим о профилактике это не обязательно ждать вот этого безобразия вот этого безобразия ждать не нужно вы можете использовать как профилактические вещи да то есть даже если нет застойных вещей слава богу как профилактика потому что это все растительные композиции я желаю вам успехов